привет всем благослови всех господь и сохрани всех господь во имя иисуса христа аминь я хотел бы сегодня поговорить про очень важную тему про силу господь бог отец наш небесный нам дает силу каждому из нас я думаю очень много людей сейчас в этом мире которые нуждаются в силе божьей в помощи божьим люди когда у них и вроде все есть они не нуждаются в господи они думают они все сделают сами они думают что у них все будет хорошо они думают у них есть деньги финансы сила но приходит момент у каждого человека в этом мире что когда он нуждается сверх силы это такие моменты которые были в моей жизни когда я реально долго думал для чего мы живем в этом мире вообще зачем вся наша вообще-то сущность да и реально я ясно я молился верил богу но я не жил так как хочет бог я не понимал что хочет бог от меня я не знал слово божию библию истину и в конце концов это все привело меня к тому что я реально нуждался силе божией спасение божий уже было уже была речь не о силе а просто о спасении в ту ночь когда я умирал я часто были такие ситуации моей жизни когда я реально там ну бывали аварии бывало реанимация бывало ужас такой конкретный до были моменты где меня чуть не зарезали это было пару раз моей жизни где я просыпался в реанимации где я себя плохо ввел этих моментов было море и в таких моментах где я находился и понимал что мне нужна помощь бога я молился но пришел момент моей жизни очень конкретные серьезные когда я понимал что здоровья нету и что я реально понимал что все мне приходит конец я реально кричал господу нашему и спасителю иисусу христа я сказал если ты живой бог если ты на самом деле существуешь в этом мире помоги меня в тот момент я был конкретно разбитый человек в ужасе и грехе да я реально не то что я сам себе простить не мог я не знал как бог мне простит но я сам себе простить не мог но мне такой сон или видение приснилось что господь явился мою комнату как во сне или видение и сказал мне просто я тебя люблю я хочу чтобы ты просто был моим я тебя люблю и этот момент конкретно задел меня я реально понял что бог любит меня что такая есть любовь я начал конкретно читать библию разбирать слово божие в библию конкретно разбирать и читать каждый день да я в библии нашел очень много вещей очень много моментов которые реально мне подсказали и сказали где неправильно жил что моей жизни было не так какая роль в моей жизни была не так и так далее да из-за этого я говорю лично тебе друг мой кто этот ролик услышит или кто еще будет слышать я хочу сказать что ты можешь встать иначе начинать сначала ты можешь жить бог хочет чтобы ты пришел к нему бог хочет чтобы самое главное что он сила которая нужна нам это сила от господа на нашего иисуса христа в духе святом чтобы ты получил благодать и спасение от ада и вечного огня это могущественная сила благодати только господь иисус христос может тебя спасти от ада и вечного огня эта сила спасла меня эта сила дала мне опять возможность дальше жить и жить с богом и говорить о боге сила бога я начну с конкретной большой силы который каждый из нас нуждаются аминь братья и сестры и за этого я говорю каждому из нас чтобы мы в первую очередь разобрали свою жизнь и поняли что без бога без инструкции жизни библии никакого шанса в нашем будущем не будет бог хочет чтобы все люди спаслись и познали истину бог хочет чтобы все дети вернулись назад к отцу из-за этого мы как дети божьи люди должны понять это пока не поздно сегодня и сейчас у тебя лично есть возможность прийти к богу я не хочу чтобы ты приходил к богу такой разбитый и весь замученный в таком состоянии в котором я был когда я умирал я хочу также сказать право теперь я начну говорить про силу которая бог дает мне каждый день сегодня эту силу я почувствовал реальную силу когда я молился читал библию я понимал что реально менять что-то такое держит всегда потому что я за три месяца был три раза в больнице реанимация наркоз и так далее боли страшные и так далее это все полная куча и я хочу сказать одно вот в эти реально моменты я понимаю конкретно что все ты лежишь палате понимаешь тебе поможет только сила бога ну ты кричишь только к богу да из-за этого я хочу сказать лично тебе друг мой брат сестра не сдавайтесь и не падайте духом не гнис думайте даже это делать бог любит тебя бог хочет чтобы ты встал наконец-то на ноги да сейчас у тебя катастрофа в жизни да сейчас ты не знаешь что делать зависимость болезнь ужас 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 это сто процентов без бога будет ужас но ты можешь остановиться раз вину и развернуться осмотреть свою жизнь и просто начни сначала начни с малого с малого ты не можешь начать с этого я сейчас говорю тебе лично что в данный момент моей жизни конкретные атаки конкретные атаки со всех сторон и вот это атака мое тело которое не дает мне иногда даже дышать сейчас бог не дал силы чтобы я мог тебе это рассказать что бог может тебя спасти и дать тебе реально спасение и новую жизнь господи нашим благослови тебя господь и сохрани здравствуй дорогой брат друг я хочу эту тему просто сказать про силу божию в которой мы нуждаемся каждый день до аминь да он дает силы каждый день здравствуй сестра я хочу теперь про эту тему поговорить просто для всех людей которые реально в данном моменте где-то болею или где-то сейчас смотрите сколько людей умирает от зависимости я лично недавно опять в субботу был на похоронах и опять трагедия же произошла алкоголь длинный запой и так далее и так далее так далее это плюс-минус это уже 10 человек которого я близко знал до которого я знал общался где-то разговаривал и вы подумайте какой ужас творится на земле как сатана убивает людей через алкоголь наркотики сигареты блуд разврат ужас да 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 это катастрофа была я лежал в больнице до четверг мне приходит сообщение умер человек которого я знал до который недавно с которым я недавно говорил про иисуса христа да он умер двадцать третьего числа в марте ну похороны были 1 апреля да из-за этого я говорю каждому из нас за что реально наша жизнь это парк да как стоит библия пар мы сегодня живем завтра у нас нету никакой гарантии что мы будем еще жители в этом теле да из-за этого как приятно если ты знаешь кто ты если ты знаешь своего спасителя если ты знаешь для чего ты живешь если ты знаешь цель своей жизни я говорю все про духовные вещи памяти одно все что мы здесь на этой земле имеем мы собой ничего не возьмем сколько раз я ездил к людям которые которым помогал когда он уже умер когда мне надо было вещи чуть помочь перевести этих людей там даже вещи там футболки носки все остается ничего собой не возьмешь ничего да а мы говорим все про духовную жизнь библии стоит собирайте сокровища на небесах они на земле будьте готовы встретить бога покайтесь примите иисуса христа как спасителя будьте всегда готовы что когда господь бог встретит нас личного чтобы он сказал тебе я знаю тебя я знаю кто ты я жил в тебе я говорил через тебя я касался людей через тебя я спасал людей через тебя вот этого хочет господь чтобы дети были в воле божьей конечно нас слышат очень мало люди многие думают что у меня полностью шизофрения я раньше в миру гнал крыша ехала по полной теперь он про бога говорит у него точно крыша поехала мы для этого мира непонятный мне говорят что мне надо психушку лечиться потому что у меня конкретно с головой проблемы а у меня реально были авариями конкретные у меня сотрясение головы сильное было до память терял и так далее у меня реально с нервами есть проблемы но бог дает мне силу каждый день он дает свою силу могущественную силу аминь братья и сестры это есть так что я говорю кто сейчас слушает слышит это примите это все серьезно потому что с богом жизнь богом это очень важный момент я верю что люди которые это услышат хоть чуть-чуть бог их коснется хотя бы в тот момент когда не дай бог он будет уходить из жизни когда я летел на самолете и взорвалась правая турбина люди летели в отпуск пили гуляли кричали в самолете когда взорвалась эта турбина да был конкретно катастрофа в самолете люди начали плакать человек возле меня плакал я тоже молился господь на самолет приземлился это 800 метров было перед посадкой просто так когда такие моменты происходят в жизни человека человек конкретно кричит к богу да аминь из этого мы сейчас сегодня должны конкретно подумать про вперед не то что про вот я сейчас живу у меня все круто я такой крутой все нормально да ну не надо думать до глушит свою наготу алкоголем выходные все ха ха хи хи ху ху и потом бах умирает он бах умирает он и дальше живут в какой-то как в тьме иисус христос сказал я свет миру то последует за мной тот не будет ходить во тьме а будет иметь свет жизни и вот этот свет жизни этот и есть христос чтобы в этой тьме в которой мы живем где этот дьявол правит чтобы у нас был свет если этот свет нас горит когда будет бог нас конкретно идти и мы должны конкретно это взять силу божию надеяться на силу божию читать библию конкретно разбирать ее чтобы слово божие жила в нашей жизни и каждому из нас кто еще не получил силу от бога покатись примите иисуса христа как спасителя поймите этот путь на этой земле он не такой у него он не труд наоборот он ту не такой легкий я хочу сказать он трудный путь это по своей жизни по своей шкуре вам говорю в этой плоти жить иногда я думаю как не достало это тело эти боли криву кривой позвоночник теперь еще желудок но 15 лет жил в ужасе 15 лет я жил кошмаре и отравился так как некоторые бы люди уже давно умерли умерли по сто раз но бог не дал силу он не то что дал силу у меня встретил дал семью детей но теперь я хочу идти за ним до конца и теперь я каждый день нуждаюсь в его силе потому что вот это плоть моя личная моя плоть не мешает конкретно иногда из-за этого как в библии стоит когда у нас закончится эти дни мы плоть оставляем здесь а душа наша переходит к богу аминь давайте я прочитаю пару мест писания насчет силы коснемся вот другой момент который сила я начал говорить про конкретную силу это сила спасения тебя это иисус христос да только эта сила может тебя спасти от ада и вечного огня а теперь когда ты с богом когда ты живешь с богом теперь давайте коснемся пару моментов из библии которые тоже говорят про силу до чтобы в нашем теле была сила господа нашего иисуса христа аминь чтобы мы доверяли богу всегда как сегодня я прочитал очень важный момент где человек говорит не сомневайтесь да доверяйте богу потому что мы должны читать библию реально доверять но это реально трудно доверять когда в нашей жизни какой-то каос катастрофа буря болезнь еще что-то еще что-то еще что-то да это нелегко но мы должны понимать что в этом теле в этом мире у нас будут скорбь или как боли будут проблемы да но иисус победил мир и вот эту силу я сегодня пережил что бог реально обновляет силу у меня он дает время опять не говорить вам говорят дает время чтобы хоть один человек услышал эту это спасение про иисуса христа хоть один человек чтоб обвернулся и сказал все я хочу жить с богом я бросаю наркотики алкоголь и всю эту греховную жизнь и иду теперь за богом и хочу жить так как хочет бог они этот мир все ты возвращаешься к отцу и господь дает тебе самое главное это спасение во христе иисусе и он даст себе тот самого не обращая внимание на других да там кто-то состоялся кто-то все а кто состоялся без бога если он сегодня уйдет а ты вещь на огонь не не дай бог братья и сестры надо молиться за из этих людей конкретно которые конкретно закрытые глаза они думают у них все есть они думают в этом мире они все достигли они даже с тобой не здороваются не думают кто ты такой конченый алкаши наркоман еще здесь про бога конечно такому как ты нужен бог она нужны бабки а тебе ты иди за богом и за деньгами это люди пропавшие люди посмотрите что происходит люди болеют какой-то болезни самые богатые люди у них на счету миллиарды евро и толку да они умирают не дай бог и все это происходит потому что это наша жизнь мы мы покинем все когда-то наше тело ну мы спасены или нет в это этот канал говорит только о том чтобы люди пришли к спасителю чтобы на кладбище когда мы все будем там чтобы знали этот человек пошел к богу он был в воле божьей он рассказывал про спасение и в нем жил дух святой господь да они так что было наоборот катастрофа был запой машина разбилась самолет упал человек всю жизнь жил без бога летел отдыхал что-то искал полностью не готов встретить бога конечно мы просим может быть бог дал ему последнюю секунду как этому разбойнику принять спасение но бог стучится каждый день в твою жизнь он стучится со всех сторон проблемы то это то третье рассмотри свою жизнь и ты реально поймешь как бог твою жизнь учиться чтобы ты наконец-то был готов встретить его для чего мы живем в этом мире чтобы мы познали истину которая нас делает свободным которая нас нам откроет наши глаза они так разводились и живем и делаем что хотим и в конце концов умираем от зависимости передозы или еще что-то да не дай бог из-за этого бог дает силы будем держаться за господа не бойся ибо я с тобой не смущайся ибо я бог твой я укреплю тебя я помогу тебе я поддержу тебя десницей правду правды моею аминь будем держаться за господа иисуса христа спасителя а надеющийся на господа обновятся в силе поднимут крылья как орлы потекут и не устанут пойдут и не устанут пойдут и не устанут аминь я хочу просто сказать смотрите вот мне господа по идее вот у меня когда-то была сила когда-то было все я имею физическую силу у меня это все было да и в конце концов вот эти аварии зависимости туда-сюда видите я неграмотный человек я не умный я не состоялся в жизни не то что не состоялся я вообще был может сказать конкретно проклятый если это разобраться проклято реально ужас 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 пока мисс мою жизни пришел христос да там проклятие было остановлено теперь идет просто борьба и как библисты и бодрствуйте и молитесь чтобы мы шли дальше до конца за богом из-за этого я говорю каждому из нас не вздумай сдаваться только вперед каждый из нас переносит свой крест вот этот крест который ты пронесешь потом это будет крест на его оставляем здесь иисус христос сказал своим учебникам кто хочет идти за мной возьми свой крест исследует у нас у всех есть свои зависимости проблемы конкретно грехи какие-то но господь говорит я победил это все иди за мной оставь свои удочки будем теперь ловить души человеческие для царства небесного вот это есть воля божия аминь я просто сказал хочу сказать что бог избрал немудрая мира чтобы опозорить эту всю мудроту это мудрость которая сейчас здесь происходит в этом мире они же думают все мудрые не дай бог не узнает того кто может их спасти да и мы все встретим когда-то бога как мы встретим или как спасителя или как судью мы на суд не приходим люди которые приняли иисуса христа они на суд не приходят а кто не принял иисуса христа их ждет суд ас на суде будут отвечать за каждое слово и потом будет смерть 2 смерть 2 книга откровения говорит это ад и вечный огонь приготовлен для дьявола ангелов и все кто ему повинуется и также антихрист который против иисуса христа спасителя но это не так же может даже вперед это сказать сегодня сейчас есть возможность завтра нету не будет бог дает силу кто устает да аминь ибо дал нам бог духа не боязни но силы любви и целомудрия вдря аминь слава богу ищите бога всегда не сдавайтесь никогда а как мы ищем бога когда мы даем жить в нашем теле когда мы читаем библию когда мы разбираем слово божие один на один бог хочет вот сегодня я встречался с человеком и встречался увидел он гайта что такое там в этой динаминации мне не нравится там не нравятся эти ячейки все это все у них как-то непонятно все ягод тебе нужен лично бог не ищи нигде бога ищи бога в твоем сердце открой библию прочитай полностью разбери запиши подчеркни помолись прими начни жить воли божией проповедовать царство небесное иди за богом если бог избрал такого тупого разбитого конченого человека как я также он может и тебя избрать и поставить на ноги и сказать вот смотрите теперь я делаю из него настоящего человека и бог может сделать из тебя настоящего человека если ты дашь ему дали это сделать если ты просто скажешь все меня достало это кончено извините меня жизнь вот я буду эти слова говорить что вы понимали какая жизнь была катастроф это просто замученная бесовская жизнь была и чтобы я шел вперед бог хочет все нами господь крепость моя ищет мой на него упывает сердце моё и он помог мне и возрадовалась сердце моё и я прославлю его песню мои это сто процентов до псалом давида господь крепость моя ищет мой на него уповает сердце моё и он помог мне и возрадовалась сердце моё и я прославлю прославлива песню мои господь реально помог мне спас меня я думаю каждого из нас кто когда-то это услышит бог тоже коснулся исполни может спасти до время у нас очень мало но я думаю сейчас так сильно вы сами заметили как сильно проповедано слово божие по всему миру что творится зиме трясения недавно смотрел одну одну программу там рассказывал человек сейчас зиме трясение вот это все что творится очень много это превышает все да и он говорит что реально там физик какой-то ли кто он там это изучает то он говорит это это не шутки что погода меняется все меняется и вот это все показывает что мы живем также техника смотрите что сейчас могут эти телефоны могут ты с ними можешь платить паспорт твой все уже там внутри все идет к этому чипу деньги сейчас хотят наличку убрать и это все идет концу из-за этого просите бога чтобы он дал вам покаяние придите к богу на коленях начните читать библию начнете просто слушать бога идти за богом молиться друг за другом вас люби господа бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твои и всем разумением твоим и всею крепостью по и вот первая заповедь бог библии это стоит что мы как вас люби видите это такой момент библии стоит что бог прилагает спасаемых церкви и также библии стоит что вера приходит от слышания слова божия из-за этого я записываю вот эти все темы ролики чтобы люди услышали это и пришли к богу чтобы они наконец-то начали идти и слышать и верить в бога аминь да и идти дальше за ним вот этот момент я хотел бы просто за рассказать про силу первая сила которая нужна человеку это сила пока это прийти к нему и сила так так вся сила которая бог дает мы спасаемся по благодати и милости каждый из нас может получить спасение во христе иисусе да но мы должны просто понять это пока не поздно просто задумайтесь про свою жизнь задумайтесь про то что будет если завтра закончится или сегодня ночью закончится люди во сне уходят люди уходят на машине авария то-то много таких случаев миллион просто мы должны все быть готовы встретить бога мы должны готовы быть сегодня встретить бога завтра может быть будет все уже поздно сегодня и сейчас есть возможность прийти к богу завтра может быть и его не бой бог дает мне каждый день силу да он дал мне сегодня рада сил более меньше я в пятницу с больницы вышел сегодня уже меньше боли слава богу я хочу дальше идти за ним меня и не хочу сдаваться да я хочу дальше говорить про него говорить про того кто мне дал жизнь реально жизнь держит ее в своих руках аминь да братья и сестры давайте все скажем богу просто поблагодарим бога за все за то что он нам дает время за то что он коснулся нас и также помолимся за всех кто это еще услышит что бог их тоже коснулся чтобы они наконец-то начали жить с богом они в этом мире без бога да и просто будем идти дальше за богом аминь господь отец я благодарю тебя за каждого с человека кто услышит эти слова я благодарю тебя отец за то что ты спас меня от ада и вечного огня я благодарю тебя отец что ты мне даешь силу идти дальше говорить о тебе просто чтобы люди познали истину также господь во имя иисуса христа я прошу тебя отец дай каждому человеку кто будет слышать этот стрим силы чтобы они вернулись наконец-то назад в отцовский дом в рай чтобы они начали наконец-то жить в истине чтобы у них наконец-то открылись глаза чтобы они наконец-то начали видеть свет настоящий свет который ведет к вечной жизни это иисус христос он есть свет жизнь он есть путь он есть и истина он если жить дай нам силы господь которую мы нуждаемся все верующие люди кто это будет слышать и кто не верующий еще не еще не покаялся мы все нуждаемся в твоей могущественной силы благодати мы нуждаемся в твоей силы которая ведет нас держит нас и хочешь чтобы чтобы мы шли дальше за тобой мы просим тебя во имя иисуса христа господь я прошу тебя дай нас дай нам эту силу исцели наши болезни исцели наши немощи дай нам силу свидетельствовать дальше жить и просто чтобы люди узнали что ты есть господь и просто защите каждого из нас кто это слышит и мою семью и родители и близких и и родственников защите их чтобы они наконец-то пришли к тебе откроем глаза господь чтобы они были готовы сегодня встретить тебя они завтра завтра нету гарантии никакой сатана ворует время у людей сатана говорит о ты живи ты еще все впереди он делает все чтобы у них не было времени у людей но я говорю тебе лично друг мой нету времени у тебя вообще и у меня также господь коснись каждого кто это слышит дай им разум откроем глаза господь во имя иисуса христа и помоги каждому из нас исцели людей кто болеет помоги мне и так и в держи нас своих руках мы доверяем тебе во всем мы хотим больше познать истину мы хотим больше идти за тобой и открывай нам показываем видение чудеса и знамения сохрани этот дом в котором я живу сохрани покой поставить свою защиту господь и чтоб твоя благодать и милость была всегда со мной мы я доверяете во всем и везде и также я хочу господь чтобы все люди кто смотрят этот канал от канала тебя потому что если бы не твоя сила могущественная сила благодать я бы никогда не смогу говорить о тебе я говорю пусть пусть все люди кто подписан на канал то еще подпишется кто смотрит это видео пусть они также начнут искренне читать библию искренне идти за тобой и искренне просто быть с тобой и зависеть от тебя благодарю тебе отец за все что ты сделал моей жизни отец сын и дух святой аминь благослови вас всех господь и сохрани братья и сестры идем дальше бог живой делает великое недоступное аминь